так я сейчас погибну не надо не надо это будет очень неловко я погиб он меня догнал пока я кушал и ребята всем привет добро пожаловать на канал с вами снова джо с возвращением меня и с возвращением вас к нашему приключению в мире майнкрафта в последний день перед отъездом я вечерком посидел немного тут по позанимался сейчас быстренький обзор ситуации и сразу вперед в бой вышку помните вышка была сделана еще при вас и мост по моему вот мне кажется мост я уже делал отдельно мне кажется мост я уже делал самостоятельно посмотрите какая прелесть меня получилось интересно поиграть с люками получилась форма так типа глаза и здесь естественно винтовая лестница вниз откуда можно свалиться безусловно надо будет о куча фонарей куча железа было потрачено к счастью у нас дофигища ресурсов и естественно приводит это все в тупик потому что дальше еще не расширялись но если мне не изменяет память там впереди деревня и можно было бы здесь сделать какую-нибудь типа станцию с железной дорогой чтобы добираться до кто-то явно погибает рядом и погиб лады и такой вот мост получился если нужна будет схематика я могу но буду ли я совсем другой вопрос теперь вернемся к следующему событию которое я успел совершить я сегодня я начал записывать таймлапс думал типа запишу вступительное слово потом скажу ребят гоу короче на таймлапс и чё пришлось много раз отходить от компа потом пришлось и типа дело я так и не не исправил ничего в в плане этой лестнице она такая ужасно отвратительная лифт не делал и сделаем его вместе с вами но наверно не сегодня потому что не очень-то важно здесь и паучья ферма да она тоже пока не особо важно наша шахта в ней тоже ничего не изменилось но черт возьми как приятно возвращаться не обращайте внимание на котиков и на их имена наш зачаровательный стол конечно я боюсь сюда спускаться каждый раз потому что черт возьми посмотрите что я наделал сегодня безусловно я не спорю здесь не хватает по высоте по моему здесь 21 блок можно до 30 еще несколько этажей добавить но у меня уже не хватило терпения чтобы выкапывать дальше это слезевая ферма и здесь как раз слаймовый чанг к счастью две штуки подряд поэтому она такая широкая получилась если здесь некоторое время постоять допустим в самом дальнем углу рано или поздно где-нибудь там начну спауни со слайма если конечно я вспомню о том что я включал мирный режим когда здесь копался потому что мне было очень страшно их их реально очень много появлялось их реально очень много появлялось и и спасало еще то что я открыл для себя то что на зачаровательном столе кстати вон они уже начали появляться на зачаровательном столе можно зачаровать книги и у меня есть починка на кирке и на мече не обращать внимание на их название я вот об этом говорил их просто миллион часть я уже подготовил все необходимые ресурсы из остатков золота это в принципе все что у нас осталось по железу у нас есть блоки я подготовил блоки чтобы можно было делать големов я подготовил рельсы и шпалы я слышу как ко мне уже крадется огромный слизень а давайте все наверно не будем сразу сюда доставать запитывать будем рычагом вагонетки в последнюю очередь запустим и гроза началась я боюсь что мне магмовых блоков не хватит черт и я сделал такую небольшую систему которая будет работать на выгрузку здесь абсолютно простейший механизм воронка смотрит на сундук и соответственно из все что попадает воронку будет погружаться в сундук компаратор внизу который смотрит на блок на котором в обратную сторону развернут репитер и снизу растоновый факел абсолютно элементарно вагонетка приезжает сюда с предметами компаратор смотрит если есть какие-то предметы то вагонетка начинает их выгружать в воронку и из воронки они попадают сундук очень медленно работает очень медленно работает но учитывая черт возьми они на других этажах они начнут мне падать на голову надо поскорее начинать делать тут единственная проблема с одна воронка будет работать в этом направлении кстати слаймы уже подыхают неплохо одна вагонетка будет буквой г кататься типа в один угол другая по этой стороне и из-за того что вагонеток есть какая-то особая механика работы в плане направленности типа там север на юг с востока на запад здесь вагонетку можно прям вперед пустить здесь ее тоже нужно пустить вперед потом повернуть в сторону потому что если рельсу направить отсюда в том направлении я я случайно сделал скриншот в сторону позитивного икса и я не буду умничать насчет сторон света потому что это сложно то вагонетка просто не стартует я к этому веду надо обязательно проверить в кого в каком направлении вас вагонетка будет стартовать если вы в таком же манере такой же манере хотите сделать себе эту ферму тут пока мелкие слаймы тусят это не так страшно и наверное через каждую раз два три 4 5 6 через каждую шестую будем ставить одну автоматизированную чтобы сократить немного расходы как же это все громко теперь вы понимаете почему я включал мирный режим не потому что я боялся умереть от них они не такие страшные и еды тем более полно только лишь потому что они очень шумные и их очень много у меня даже на грани нет ты посмотри они они сами хотят погибнуть и отдать мне всю слизь а слизь нам пригодится потому что я хочу попробовать один из билдов или манга который он использовал для копания туннеля там типа автоматизированная система которая блоки тнтшные швыряют стены выглядит очень круто все автоматически все очень просто просто супер супер эпично я слышу как он крадется но типа ну да они там дамагают они толпой могут наверно зажать ну вот он мне на дамагал и я одним куском мяса отхилил это все и и малышня вот это конечно бесячая я нарубил много слизевых блоков вручную 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 я не те начал делать как тяжело бы тем билл и имбит вы поняли о чем я как же тяжело быть мной 46 и здесь типа на разворот я боюсь что мне может не хватить рельс хотя не не железо то полно гроза страшно не не должно хватить еще ну по крайней мере в этом направлении хватит а там а там уже посмотрим ты послушай какая страшная гроза я буду время от времени на них отвлекаться потому что ну чё очень быстро можно проглядеть как они перелезли через через это безобразие я наверное шейдеры отключу да я их включал чтобы просто показать постройки потому что ну клево это все было без шейдеров конечно все намного плавнее так и здесь на можно разворот уже идти опять надо будет не забыть запитать все рельсы потому что и вот тут тут другая фишка если рельсы не запитана по ней вагонетка не просто прокатываться она останавливается на ней в другом направлении мы можем больше энергорельс использовать раз их так много останется в итоге я не ожидал что настолько экономно все выйдет на самом деле поэтому я и заготовился побогаче какие же они бесячие вы понимаете дальше а ну и у меня еще была неудачная ситуация естественно я погиб от очередного крипера когда я копался здесь по пещерам такое отступление для того чтобы эта ферма работала эффективно необходимо чтобы над ней наверное да наверное здесь можно остановиться у меня у меня по моему были еще гладкие блоки нет деревянный я не хочу использовать и повсюду лава почему они сбоку не дамагаются так у меня по моему может все такими были где-нибудь еще гладкие блоки ладно используем эндезит он не самый красивый так хватит не убивать это просто для того чтобы вагонетка стукалась и отправлялась обратно я думаю здесь не настолько много слайма слизи что она будет прям переполняться за за этот короткий путь мы можем проверить давайте сперва заполним надо и заполнить эту локацию еще рычаги расставить в нужных местах если бы я еще умел прыгать и и конечно же нужно будет обнести стеклом чтобы все вообще прям буй она выглядела а почему вы не можете все в одну сторону смотреть это же так просто а здесь еще четвертое я надеюсь она будет питаться рычагов я явно сделал мало хотя вот магмовых блоков может не хватить но они добываются так быстро ты посмотри с какой скорость они добываются это киркой ладно вагонетка их поднимет типа инста инста майн они в принципе легко добываются но в данной ситуации это прям так минус стак да не не должно хватить я не рассчитывал я не планировал что получится такая большая колбасень так есть одна сторона здесь по моему мне не использовались энергорельсы только в этом месте чтобы хотя бы одну сторону пустить и это уже частично решить проблему ну как решит погибать будут только те которые решат в этом направлении спрыгнуть из-за своего рандомного поведения сюда можно запускать я подготовил вагонетку поехали там там могут на пути быть слаймовые сопли которые затормозят вагонет не вообще накатаются есть однозначно надо стеклом это все заделываешь по ней не вылазили оттуда так вагонетка застряла что нее смотри катится ну ка ну ка она уже обратно едет ты посмотри она выгружает слушай ну все а вот мои магмовые блоки не бой я пропустил один рычаг она не запитывает край через 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 эти не запитываются и она застревает вот почему вот где косяк черт иди уйди шу вы такие здоровые так вас много ты посмотри это очень весело и вы понимаете что вы тратите мое время посмотри починка как эффективно работает я я просто я я трачу так ладно разговоры после нам нужно сделать вы понимаете что я из-за вас здесь факела ломаю а потом здесь появляются мобы и они мне портит настроение если бы это был один щанк они бы не спавнились пока тут бегаю так отлично рычаги если их просто на полу рядом поставлю все изи изи решение нет давай ты будешь в этом направлении смотри не то чтобы это на что-то влияло мне просто приятнее когда все направлено в одном в одном направлении все и теперь она с чистой совестью может кататься и здесь конечно же необходимо сделать то же самое вот теперь она будет кататься точно скажи расскажи что да вперед а здесь мы обнесем это все дело стеклом так почему здесь не хватает скорости нет нет more speed ладно допустим надо будет про протестировать создавая катись обратно замедляется она конечно знатно не вот здесь надо еще здесь можно не делать а здесь надо еще на такой прям с натяжечкой прям с натяжечкой докатывается я просто не хочу выкопать здесь я как минимум не смогу снизу выкопать блок что там факел врубить или еще чем-нибудь такое да не сойдет почему почему они не дамагаются от магма у меня вам они не там там явно есть погибшие у меня есть подозрение что это погибший не от магмовых блоков так это какие-то новые штуки в майнкрафте теперь слаймы не получают урон от магмовых блоков только не говорите что это так давайте сюда запихаем чтобы с собой не таскать так вагонетка опять где-то встрела потому что я остановил слизи его чувачок а он еще внутрь сел ты вообще дурачок что ли так вам не сломить мой дух я я добьюсь своего и сделаю рабочую у вас у вас нет вариантов знаете так где моя вагонетка вот ехать беги я вот пока вот этой всей хренью занимаюсь надо было бы наверное стекло пожарить поставить она не собирает кстати да вагонетка ты не собирает ды или или мне кажется но она сейчас нет она опять катает одного из слаймов мне кажется она не собирает ничего а это это нормально вагонетка с воронкой и я чуть не обратил внимание понятно почему она не собирает да действительно ничего себе как так могло получится этому чё она не собирает давай поехали она явно собрала в этот в этот раз она точно собрала сейчас посмотрим на на момент выгрузки и заберем рычаги еще я я думаю они очень сильно пригодятся да да она выгружает все работает все из-за моего косяка то что я не увидел что-то простая вагонетку ссори не ссори мой косяк почему они не горят другой вопрос а нет нет просто нет просто нет анимации просто нет красного мигания и все и всего-то так ладно мне теперь стало немного морально легче но это все нужно обнести стекло пока по крайней мере первый этаж необходимо обнести стеклом и сделать маленькие оконца где будут големы сидеть а у меня там дом домагает нормально так ты посмотри чё их так много то чёрт тут в принципе можно никакие вагонетки не пускать тут ничего не надо ты ты просто приходишь и у тебя есть лучший xp ферма ваще в мире бесконечное количество слайма просто делай чухой ты посмотри и количество слайма просто безумно не не такое огромное как могло бы быть потому что опять же надо по высоте еще несколько этажей добавлять и выкапывать там есть определенная механика эффективнее всего строить на первых 30 этажах по игреку слоях наверно правильно будет сказано после этого еще не должно быть крыши чтобы типа ферма находилась под открытым воздухом это увеличивает еще спаун рейд потому что типа механика такая что спаун мобов происходит снизу вверх ну и соответственно типа игра проходит каждый слой за слоем если я правильно понимаю эту механику если нет вы можете всегда поправить меня в комментариях а если мне не понравится комментарий я его удалю я человек простой и легко воспламеняюсь и что-то в духе типа ну чем меньше этажей чем меньше слоев игре нужно обрабатывать тем быстрее она возвращается к предыдущим то есть если у тебя нет лишних слоев до каких пор можно наверное вот здесь они мне не дадут да спокойно все построить я понял а вы я смотрю там наслаждаетесь да вы угораете над тем как я страдаю ну ребят не это конечно прикольно 2 3 4 5 сделаем здесь по 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 и здесь получится ну тоже достаточно острый уголок дайте здесь еще один энергетический рельс пустим и здесь это должно дать достаточного разгона или нет я и не на этом есть есть всякие механики типа расположения рельс чтобы минимально терять скорость и отлично кирку я просто рублю как хорошо что я осветил все шахты которые рядом находятся тут на самом деле их не так много то наверху мы практически все вместе с вами прошли вот как раз вот та шахта в которой я погиб сейчас просто слэм данк мне на голову я тебя видел вообще можно было на самом деле обойтись без без стекла вокруг просто сделать эту пещеру немного уже чтоб толстые слаймы не могли вниз падать я хотя мелкие все равно будут и так неплохо это линия готова осталось до конца то чуть-чуть в принципе а у меня еще только не говоришь у меня рельсы закончен у меня вроде там железо на готове вот здесь вижу здорово это в принципе не сваливаются вниз как их много объема о мне рельс приехала спасибо ребят такие назойливые не я я не злюсь я и не не готовы я на самом деле безумно рад тому что ферма настолько эффективно оказалось настолько эффективно что на самом деле я сперва выкопал вот эту локацию не всю центральную часть так я сейчас погибну не надо не надо это будет очень неловко я погиб он меня догнал пока я кушал ты чё делаешь уйдите от моей лестнице о чёрт я вас и забью вашими соплями чё так жестко-то о чёрт а я а я прям я уже чуть не хайпанул типа смотрите ребята с одним хп жив остался так верните верните мое барахло буэно спасибо ну я об этом говорил когда их слишком много все выходит из под контроля так тем не менее вы сбили меня с мысли когда я хотел взять немного рельс так крипер то откуда взялся я же осветил вообще весь мир откуда крипер взялся мне предметы уже в инвентарь не он все сломал сука такая как же я их ненавижу ёпт о нет кирку верни идите отсюда так гладкие блоки конечно же все да спасибо крипер ты ты молодец я горжусь тобой вообще лучше просто почему почему нельзя просто иметь хорошие вещи почему криперы должны существовать я я просто не понимаю так какие нибудь другие блоки какие нибудь другие приличные блоки самый красивый блок в игре погнали так воронка есть и сундук он да уничтожил физически типа просто уничтожил да не существует больше сундука хорошо что у меня запасной был воронка сундук здесь нужен еще один блок рельса сундук пожалуйста от отстаньте от меня почему настолько эффективно ты так чем еще сломал перепитер компаратор все сломал просто молодец просто просто вот достойно так мне нужен один факел и один повторить и факел все так это работает и я заметил что вагонетка бегать перестала потому что опять эти придурки залезли на рельсы да может быть здесь просто ты посмотри сколько их много меня пугает теперь ситуация откуда крипер свалился и взорвался просто возможно я где-то в каком-то месте сломал факел и он банально ногами пришел сюда так меня опять что ли сейчас убьют пожалуйста перестайте спаулиться это слишком круто чтобы быть реальностью почему почему вы просто не не гибните у меня нет еды там лежит мое барахло я хочу свое барахло я не хочу разборки я барахло хочу все мы думают просто тут посидим под 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 вы чё такие жесткие наша сложность высокая я понимаю но успокойтесь все все вы победили вы крутые а я же еще броню не успел надеть так теперь выясним вопрос чё с вагонеткой они же гибнут частично почему ты застряла опять что с тобой не так ты что болеешь и толкнуть ее я ее просто сломал да ебан я же еще пока раскапывал всю эту локацию у меня огромное количество алмазов есть я могу сделать себе нормальную броню но я этого не делаю потому что я стран так ты можешь просто не лезть на рельс это опасно для твоего здоровья понимаешь люди гибнут я думал что рельсы там не активированы но вроде активированы это скорее всего из-за того что слаймы туда лезут надо будет снаружи сделать забор хотя бы в пару блоков для начала те что падают сверху вот почему ты не едешь что тебе что не хватает может у меня дальности прорисовки чанков каких нибудь не хватает давайте сделаем побольше типа 15 пусть будет 16 возможно в этом дело на самом деле ты откуда взялся и ты откуда вы беретесь так я явно где-то не хватает просто факела банально так я сейчас сгорю от своего же огня так пожалуйста умри вы чё такие живучие так где-то где-то здесь не он вообще он наверху уже спаунился он наверное это они они на крайней платформе скорее всего спаунился потому что она темная где мои факелы так есть факелы и это это имеет смысл потому что здесь действительно очень темно так ну в смысле не очень так отвали он меня просто запулил как будто я мячик какой-то а я я думал что магмовые блоки они излучают чуть-чуть света нет там опять крипер сидит посмотри внутри 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 нет факелов сто процентов а мне нравится из лука кстати особенно который заинчантин чуть-чуть а опять слишком много что снова погибать это конечно xp ферма но это слишком опасно как на мой вкус я все сломал из-за вас вы придурки так здесь просто факела не хватает теперь есть сделаем еще здесь и здесь поставим потому что здесь тоже темно так теперь компаратор все есть это работает ну смысле должна в теории работать так вернемся к строительству а или где у меня это камень который я выкопал пока раскапывал всю эту локацию только металл можно плавить я понял ну стоило проверить потому что я не шарю а так рельсы есть и такие рельсы тоже есть все можно приступать пожалуйста перестаньте приставать господи о боже вот поэтому сперва надо планировать ребята а потом делать а то получается как у меня вообще вообще сперва ферма то получилось крайне убогой на самом деле я выкопал эту локацию вот эту центральную часть они меня перебили моей гибелью точнее мою историю перебили а два два три четыре пять ты посмотри на ты посмотри на этих овощей и я выкопал эту локацию и пошел по афкшить посмотреть будут ли вообще спауниться при том я воспользовался этим сайтом который типа может точно сказать где слайм чанки находятся на твоей карте и не спаунили слаймы я подождал почти час ни одного не появилось я подумал блин неужели неужели я промахнулся я выкопал такую огромную локацию потратил столько времени и они просто не спаунятся неужели я облажался так жестко пожалуйста вот отстаньте я вижу вы скачете за мной вот продолжайте это меня нисколько не отвлекает это даже прикольно и мило так мы здесь делаем вот такую штуку ну поставь ну поставь я копался до ночи прям вот наверное в час ночи ушел ушел в состоянии огорчения потому что ну не появляются слаймы я потратил несколько часов и попал не в тот чан офигенно или неправильно посмотрел или еще что то ну в общем я огорчен и пошел спать и на следующий день прихожу и нет нет все нормально все нормально все сработало как видите это оказался тот самый чан уйдите с дороги я боюсь что я сейчас там сломал факела и сейчас там опять криперы начнут спавниться ну как только мы выставим все рельсы мне кажется рельсы это один из тех блоков наверное не блоков не блоков ну пускай блоков один из тех блоков на которых не могут спауниться злые люки да если бы я что то знал я бы вам столько рассказал ребята так и останется сделать путь назад вот это наверное сейчас самое сложное будет кстати хорошая идея была их порубать на мелких я так понял там каждая единичная структура слайма считается сейчас из-за того что много мелких большие перестали спауниться ох вот бы это сказать пятиминутному и пяти назад минутному мне который погиб здесь как настоящий герой эх к сожалению не большие все равно спауниться но он вот один нет 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 ох уж это дезинформация я среди всей этой кучи я не понимаю кто наносит мне урон сейчас будет вот знаешь как смешно будет если сейчас просто крипер подкрадется и взорвется пока я здесь в куче вот это вот это я понимаю юмор вот это будет то что надо так нам нужно еще чуть-чуть рельсов я надеюсь хватит я могу все остальные сделать энергетическими а у меня еще целый стак лежал так пожалуйста просто дайте доделать человеку его маленькую работу в смысле работа большая господи отвалите а они опять меня замочили сколько можно то как ты вылез а он просто перепрыгнул вы че издеваетесь я просто хочу чтобы вы перестали меня бесить так так ну че вы такие жесткие такое господи о господи опять вагонетка перестала бегать почему почему она бегать теперь в чем проблема так я не забрал весь свой хлам мне нужен весь мой хлам и факела в том числе спасибо и сломали ступенечку так броне конец надо будет делать алмазно главное все все важные вещи на месте все остальное плевать а еще было бы неплохо чтобы была еда так да пожалуйста уйди ты не представляешь как ты песен какой ты упертый и глупый и мерзкий зеленый и сопливый уйди так вроде сработало здесь делаем энергетическую рельсу здесь у меня есть господи ты посмотри сколько их господа извольте отвалить от моей заднице да вот здесь блок так все осталось я не помню но по моему там а там только один рельс энергетический тот вот здесь что ты меня скидывает и извините что я молчу я в огромном напряжении дай мне поставить блок ты посмотри какой мерзкий и мне это все еще нужно будет обнести стеной я вот я из-за вас теряю овощей весь юризм я забыл где мне находятся рельсы так в каком месте рельсы если бы это мне помогло это было бы просто прекрасно но к сожалению я не видел отсюда и отсюда не господи наверно лучшая идея была бы сделать сперва так а потом все остальное зап я еще здесь промахнулся на один блок ты представляешь какой идиот ау плевать лишь бы работала ну кто будет туда вниз заглядывать я буду знать я буду до конца жизни знать что я сделал криво никакого упокоения а у меня я стрелы еще потерял или у меня не закончились уже у меня всего стак с собой был так здесь все мы вроде встали на верный путь здесь тоже нет это просто край теперь вот здесь тут пам-пам-пам через одну по моему вот здесь да я не попал а черт я не попал на одну левее надо было так и вот здесь две штуки да ладно ты гонишь у меня идеальное количество рычагов оказалось просто в ноль ушли это вообще реально прям чувство какого-то наивысшего наслаждения честно офигенно мы ушли в ноль по рычагам абсолютно непредсказуемо для меня я просто и ушел ровно стак я сделал один стак и понадобился ровно один стак так теперь очень интересная штука надо бы как-то есть еще все это готово теперь осталось ее обнести так почему здесь не а эти надо внизу мне не хватило все-таки несколько штук и не хватило несколько рычагов зараза точно меня больше нету мы можем использовать транс на растоновые факелы я я не хочу это это сбивает понимаешь когда ты уже распланировал все и и уже даже испытал наслаждение того что вышел в нули так я думаю этих ребят пока не стоит убивать а стоит сделать хотя бы хотя бы два этажа забора как вам предложение не забора я имею ввиду ограду сделаем прямо из булыжника ограду обнесем в два этажа и у меня есть такое чувство что этого будет достаточно этого более чем достаточно будет она ниже нельзя запрыгнуть данный поток потому что немножко выше чем этого точно не хватит от тех которые сверху будут падать однозначно а может быть и достаточно если они будут просто сваливаться вниз это решит вообще все наши проблемы о чёрт посмотри сколько их много но остались только мелкие так пожалуйста отвалите может быть типа так мне как-то немного спокойнее будет хотя если меня сейчас скинет какой-нибудь из этих вафелов вниз я упаду на этого большого слайма звучит как гибель на самом деле очередная в этом стату по количеству смертей ведете в комментариях мне просто интерес а это не то что я хотел сделать кстати факелы можно будет выставить обратно даже наверное нужно я не уверен могут ли на магмовых блоках спауниться противники наверно только какие-нибудь магмовые кубы из ада но мы не в аду эту ферму делали так что еще чуть-чуть должно было у меня еще 200 тысяч миллионов стак выглядит бы выглядеть ужасающе будет но разве это важно главное функциональность и они сейчас не спавнятся из-за того что я тусю прям прям рядом и обязательно рельсы надо внести снаружи тоже чтобы даже если они вниз упали они не лезли и не мешали вагонет прекрасно где мои факела чуть-чуть не смотри они они все равно вываливаются наружу погибай спасибо здесь тоже можно сделать такой ограждение маленькая не они гибнут они гибнут и прям нормально так типа такую штуку сделаем пусть будет кроме вот этого места потому что здесь зона зона гибели посмотри сколько их много господи забор снизу прям сто процентов надо делать посмотри они просто тусят на рельсах вагонетка встревает в одного из них и и как бы все и и прекращается наше клевое путешествие поэтому мы здесь сделаем тот заборчик отстаньте пожалуйста этот эпизод наполнен смертями и огорчениями в полной мере мы испытали все сегодня я даже думаю сделать так мелкие же здесь не смогут пролазить наверное нет здесь бы можно было еще заграждение сделано тогда вагонетка не сможет проезжать сто процентов о десятый уровень ребят а вы заметили что их действительно стало меньше теперь я думаю это не из-за того что они меньше начали спавниться это действительно из-за того что они застревают внутри здесь вроде света достаточно я боюсь что сейчас пока я вот эти вот всякие свои штуки делаю будет такая неудача что я здесь создам точку для спауна всяких других злодюк вот типа вот этого дядьки пожалуйста что ты здесь делаешь а там факел сломаны давайте побольше я не хочу больше неудачных этих всяких ситуаций с криперами пожалуйста так поехала а там ладно ее надо будет чуть-чуть протолкнуть до активирующего рельса а она справилась that's my girl вот поэтому мы не можем иметь хороших вещей все из-за слаймов я вот сейчас думаю мне столько много даже не понадобится но не не для глобальных всяких идей конечно же пригодится слов нет давай едь едь обратно едь домой все тебе больше никто не помешает все походу мы на верном пути ребята ты откуда взялся это наверное последние остатки так здесь нужен факел что это за камень а я понял это это нормальный камень законный все вагонетка гоняет и выгружает посмотри она полтора стака собрала за одну поездку и нужно пустить вторую еще подожди стоп это простая смотри они обратно залазят но это решится големами на самом деле это решится големами ну-ка насколько она полная приедет мне просто мне просто хочется ощутить испытать вот это чувство наслаждения от того насколько эффективна ферма оказалась в итоге сейчас приедет она только а не 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 она уже возвращается а нет она еще не возвращается только полпути вообще в идеале это делается типа две вагонетки на один сундук чтобы быстрее это все было полтора стака за одну поездку с одной и с другой стороны охренеть охренеть это все мое это это все лишнее о кстати мои стрелы и верстак они здесь были все это время ребята у нас получилось офигительски а кстати здесь еще офигительски эффективная слайма слаймовая ферма слаймовая ферма это все можно выложить ребята не буду вас больше задерживать сегодня большое спасибо за то что подключились к моему приключению в мире майнкрафта я обязательно сегодня займусь тем что да я наверное сейчас сгоняю наберу песка здесь очень много надо здесь надо очень много песка чтобы это выложить вверх ой я не знаю может быть пока это того не стоит ну типа какая вероятность того что слайм выскочит если мы поставим големов с верхних этажей они будут выпадать постоянно поставим ладно ладно это это почва для размышлений если у вас есть идеи что еще можно сделать в плане этой фермы если вы считаете что необходимо ее все таки обнести стеклом ребят я сделаю это ради вас только напишите об этом в комментариях с вами был джонни специально для канала джи ваэр огромное спасибо за внимание ребята я очень рад своему возвращению крутяк я наверное сейчас пойду еще чуть время есть рим ворлд запишу так что ждите скоро следующий выпуск рим ворлда еще раз огромное спасибо всего хорошего ребята джонни жираф джонни специально для вас пока 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 для вас пока